Вступление Турции в ЕС было нереалистичным с самого начала. Никто не ожидал, что это произойдёт. Анур Чакир, FX Street. В ходе референдума народ Турции проголосовал за расширение полномочий президента. Как, на ваш взгляд, это повлияет на рынки Турции? На данный момент рынки в буквальном смысле пытаются переварить результаты референдума. Это была не чистая победа партии Справедливости и Развития, которая является правящей партией. Потому представители партии были немного разочарованы. Но в то же самое время сейчас активно обсуждают тему о самом процессе проведения референдума и его легитимности. Поступило множество сообщений о фальсификациях. Кроме того, Высший избирательный комитет попытался изменить обсуждаемые законы практически в последний момент, в пять часов вечера в день голосования, что, конечно же, запрещено. И это повлияло на почти два с половиной миллиона голосов. А они могли повлиять на исход всего голосования и кардинально изменить его результаты. На данный момент рынки пытаются переварить результаты референдума. Многие считают, режим партии Справедливости и Развития и голосование в пользу конституционных реформ – это признак стабильности для Турции. Возможно, это признак стабильности в политической сфере, но не в экономической. Если мы посмотрим на цифры, то увидим, что размер внешнего долга составлял 130 миллиардов долларов в 2002 году. Это было ещё до прихода к власти партии Справедливости и Развития. А в 2016 году размер внешнего долга Турции составил уже 421 миллиард долларов. А соотношение уровня ВВП к уровню госдолга сейчас намного выше, чем в 2002 году. Возможно, мы действительно увидим стабилизацию политической ситуации после референдума. Но, как мы видим, данные не гарантируют то же самое для экономической сферы. А большинство людей просто игнорируют экономические показатели. Мне кажется, этот референдум может дать лишь поверхностный толчок экономики. И вполне может сформироваться пузырь в экономике. Учитывая результаты референдума, многие рассчитывают на усиление курса турецкой лиры по отношению к американскому доллару. Но пока что мы видели только краткосрочное восходящее движение. Если посмотреть на график, то на данный момент курс турецкой лиры такой же, как и до проведения референдума. Как, на ваш взгляд, рынки во всём мире отреагируют на события в Турции? Это будет хорошей новостью для доллара в преддверии выступления Пауэлла в четверг? Я думаю, что в дальнейшем на курс пары доллар-лира будет оказывать влияние экономическая ситуация в США. Не думаю, что ситуация в Турции окажет какое-то положительное влияние на курс лиры, если только Центробанк не предпримет какие-то неожиданные меры. Поэтому в будущем мы продолжим следить за публикацией экономических новостей США, чтобы узнать о будущем движении курса лиры. В будущем действия Трампа, его политика и, конечно, монетарная политика Центрального банка США будут оказывать более серьёзное влияние на курс турецкой лиры, чем внутренние события. Получат ли ЕС какие-либо преимущества в данной ситуации? Кажется, последние события навсегда отдали Турцию отступление в ЕС. Вступление Турции в ЕС было нереалистичным с самого начала. Никто не ожидал, что это произойдёт. Но переговоры всё ещё продолжаются. Сразу после голосования Еврокомиссия сделала заявление о том, что они обеспокоены новыми конституционными законами. Я практически уверен в том, что отношения между Турцией и Евросоюзом будут ухудшаться с каждым днём. И это будет оказывать давление на экономику Турции, так как ЕС – один из крупнейших рынков для турецких экспортеров. Кроме того, туристический сектор Турции полагается на спрос со стороны Европы. И ухудшение отношений, несомненно, окажет давление на нашу хрупкую экономику. Так как, учитывая соотношение госдолга к уровню ВВП, о котором я говорил ранее, нам нужно расширять сферу экспорта и увеличивать доходы туристического сектора. Если говорить о курсе пары лиро-евро, то его движение будет зависеть в первую очередь от ситуации в Европе, а также от колебаний курса пары евро-доллар. Так как я не рассчитываю на положительные изменения в экономике Турции в будущем, то курс лиры будет находиться под давлением на протяжении длительного времени по отношению как к евро, так и к доллару. Анур, спасибо за ваши комментарии. Вы смотрели прогноз недели. С вами был Джек Эверид. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы будем держать вас в курсе всех событий на рынках. Всего доброго. Продолжение следует...